Таба-даба-даба-даба-даба-даба-даба-даба-дам! Дело мастера боится, а хорошему мастеру, как известно, помогает хороший инструмент. Ведь именно хороший, качественный инструмент это 50% вашей успешной работы. И сегодня прямиком из Поднебесной к нам прилетел какой-то удивительный производитель с таким очень-очень интересным названием Диспиае. 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 В общем, там одни согласные. В общем, я предлагаю убедиться в этом всем и срочно переместиться на стол. Канал Мясистый Моделизм приветствует вас! Нет, это не офис фанатов группы Алиса. Это не дворец Мордора. Это молодая и очень амбициозная компания Диспиае, которая производит топовый инструмент для топовых моделистов. Шутка. Или правда? Я-то всегда считал, что Томея это вообще бог, это царь, и никто их никогда в жизни не подвинет, потому что это Япония, Япония очень круто делают всякие самурайские мячи, и в том числе кусачки. Но китайцы сказали, нет, Димка, мы-то тут не хуже, а то и лучше. И благодаря компании Моделист на Ладожской и Моделист на Сеной мы сегодня попробуем в этом убедиться. Или раз убедиться. Я надеюсь, что все-таки первое. Тут и кусачки для пластика, кусачки для фототравления, всякие пинцеты, такие всевозможные, циркуль для резки, масок для нанесения камуфляжа и, в принципе, для нарезания всяких кружочков, двусторонние самозатягивающиеся коврики и многое-многое другое. Ну, давайте переместимся на стол и посмотрим на это все повнимательнее. Начнем мы, пожалуй, с самого популярного для моделистов инструмента. Это, естественно, кусачки. Ультра-тонкие кусачки за 3246 рублей в магазине Моделист на Ладожской и Моделист на Сеной. Открываем коробочку. Это прямо айфон от моделизма. Тут вообще, посмотрите, какие ништяки. Вот так все так упаковано классно. Специальная кожаная такая вот, кожаный такой чехольчик. Тут у нас что? Что тут нам положили? Тут у нас положили кусачки, и чтобы их еще и протирать можно было вообще. Покусали-покусали и протерли. Тут рассказывает нам, значит, компания Леспиаи, как они эти кусачки затачивали. И вот так-то затачивали, и всяк-то вот затачивали. И действительно придумали какую-то новую тему резки материала. И показывают, собственно, как все это делается. Я вас сильно долго грузить не буду. О том, что да как лучше покажу. В основной коробке у нас непосредственно сами кусачки. И вот такая вот отверточка. Убираем коробку. Отвертку оставляем. Покажу вам, что да как. Значит, смотрите, логотип Диспиаи. Вот такая вот у нас красивая история. И тут присутствует такой винтик, шпунтик. И вот этой отверткой этот винтик можно регулировать. Например, чуть-чуть затянули внутрь, да. И у нас уже блокируется ход. Можно отрезать, в общем, настраивать ход этих кусачек. Честно говоря, не очень понимаю, для чего эта функция нужна. Но кто поумней, я думаю, что объяснит. Вот, смотрите. А теперь самое главное. Давайте их протестим. Вот я вот по чесноку буду. Я обожаю свою Томмию. Вот у меня им 15 лет. Тактильно очень похоже. По размерам, в принципе, тоже все очень сильно совпадает. Беру Томмию, беру полистирол. То есть, беру литник. Вот они у меня. Я никогда ими не кусал. Ни фото отравленные детали, ни дай бог проволоку. Это кусачки для пластика. Only for plastic. Ни для чего больше. Не вздумайте вообще. Кусачки для пластика что-то кусать. Вот беру кончиком. В основном работаю вот этой частью. То есть, кончиком кусаю пластик. Но не без усилия. Отрез достаточно ровный. Достаточно неплохо. Теперь кусану вот этой частью, которая ближе к основанию. Она меньше всегда задействована. Практически то же самое. Я бы даже сказал то же самое. Так, теперь берем в руки кусачки Dispi. Я вернул назад вот этот винтик, чтобы они полностью смыкались. Обязательно обращайте на это внимание. Ну что ж, берем, берем полистирол. Кладем его на тупую часть. Вот на эту. И режем. Вау. Офигеть, слушайте, ребята. Я вообще не напрягаю руки. Они как будто бы режут не пластик, а... Я не знаю, что, но это просто чума. Очень... Вот, посмотрите, какой ровный отрез. То есть, даже не надо ничего пилить. Вы как будто бы отрезаете. Ну, то есть, можно нарезать детали таким образом. Охренеть. Если у вас есть деньги, и вы хотите сменить кусачки, я вам однозначно рекомендую эти. Такое ощущение от кусачек у меня было только от кусачек Мистер Хобби. Но... Они у меня, кстати, есть в обзоре. Кусачек. Посмотрите. Обзор инструмента. Блин. Вот, правда, не продаю специально, потому что там дружу с моделистом или так далее. Ну, в общем, тамея, вот тамея, да, она кусает реально хуже. Так, еще раз проверю. Ну, блин. Понятно, что для мужика вроде бы это и не сильное напряжение. И откус он, конечно, не такой ровный. Он рубленый получается. Видите, прямо отрезают. Ну, видите разницу? Обалдеть. 10 из 10. Так, ко всей этой красоте идет вот такой вот понтовый кожаный чехол. Вы берете его так, убираете. И можете пойти к кому-нибудь в гости сказать, слушай, смотри-ка, что прикупил. В общем, ребят, обалденно. Ну, вот Мистер Хобби и вот эти. Вот эти вот кусачки, это просто топ. Второй по популярности инструмент из того, что сегодня у нас на обзоре, это, судя по всему, пинцеты. Давайте посмотрим на них поближе. Похоже на какой-то хирургический инструмент. Начнем вот с этого. С закорюченного. Смотрите, он так вот защищен таким силиконовым набалдашничком. На ощупь весьма приятная сталюга. Это не какой-то там силумин, чего можно обычно ожидать от китайцев. Посмотрим на кончик. Давайте вот поближе. Прекрасное совпадение пока что. Посмотрим, как вам взять деталь. Да, в общем, а вот если я так возьму, да и так беру. А вот за головочку. Слушайте, ну, работать, работать им, в принципе, в принципе, мне нравится. Мне нравится. Цена небольшая. Порядка 558 рублей. В магазине Моделис на Ладожской. Вот такой вот пинцетик. Если вам нужен, то берите, заказывайте. Так, а второй, чем он, интересно, отличается? Сейчас посмотрим. А, смотрите, у второго совсем острый кончик. Вот прям вообще им даже можно уколоться. Ай-яй-яй. Да, этот прям вообще супер тонкий. Это, наверное, ну, прям для каких-то вот... Не знаю, можно им поддевать какие-то, знаете, фототравленные детали и так далее. Ну, естественно, эту деталь легко взять. Попробую. Да, все нормально. Ну вот, с более плоским наконечником и совсем супер-супер острым. То есть, если вам нужно для какого-то там 144-го масштаба, то, я думаю, этот вам подойдет. Сможете подлезть с этим острым кончиком, в принципе, в любую рубину. Вот такие вот у нас замечательные пинцеты от компании Dispi. Довольно любопытный инструмент и недорогой 1479 еврей. Ну, грубо говоря, полторы от компании Dispi. Это, на первый взгляд, я подумал, что это тоже кусачки для травленки. Думаю, о, как круто. А на самом деле это плоскогубцы Ultimate Blade Aspliers. У нас ультра-тонкие плоскогубцы для травленки. Давайте посмотрим на них поближе. Вот такая коробка. Они с синей ручкой. Запомните это, когда будете покупать или заказывать через интернет. Это не кусачки, ребят. Это плоскогубцы. Смотрите, в чем там весь сыр-бор. Вот у них очень-очень тоненькое такое вот место, которым они могут захватить травленку. То есть, вот смотрите, я беру ненужную травленку. Ну, пока не нужную, да? И вот они ее не кусают, видите? Даже если сильно-сильно. Оп, ничего не кусает. Но зато ими можно эту травленку брать. И, например, там сгибать как-то. То есть, можно вот гнуть, делать из этого всякие, ну, скажем так, поручни. Вот. Например, надо вам согнуть быстренько какую-то деталь. Раз, так. Чик. Опа. И согнули. То есть, буквально доля секунды, и у вас деталь согнута. И можно работать, скажем, с очень мелкими фотоотравленными деталями. Ну, такой инструмент, скажем, на мой взгляд, не первой необходимости. Вот прям, что, ой, все, побежал, купил. Но, скажем, вот, и действительно их можно использовать, чтобы гнуть, например, поручни, да? Для фотоотравления. То есть, самому изготовлять их из проволоки. И работать с очень-очень мелкими деталями фотоотравления. Вот сейчас на мелкие еще покажу. Раз, согнули. Хоп, тут сюда согнули. И вот у нас получаются всякие такие довольно быстро, довольно удобно. Ну, со временем, наверное, я разживусь с такой штуковиной. Тоже есть к ним специальный кожаный чехольчик. Вот такой можно так. Хоп, а я, типа, пришел не только с кусачками, а еще у меня вот гнулочки такие. И все, ваш коллега скажет, блин, к такому уже на кривой козе не подъедешь. Полторы тысячи рублей в магазине Моделист на Ладожской. Моделист на Сеное. Мы продолжаем. Ну, друзья, признаюсь вам честно, эта штука меня сразила напрочь просто. Это большой станок для того, чтобы гнуть фотоотравление. Я давно хотел такой, честно. Потому что я как сорока прям вообще ведусь вот на такого рода подачу. Потому что мне надо, чтобы было красиво, чтобы я эстетически прям наслаждался. И сейчас происходит именно это. Это прям Apple в сфере моделизма. И это, конечно, невероятно здорово. Но посмотрите, какая подача. Охренеть. То есть, если вы кому-то хотите сделать крутой подарок своему другому моделисту, берите прям вот. Я уверен, что вы кого-то порадуете. Невероятно. К этой детали мы вернемся чуть-чуть попозже. Я все вам расскажу. Это большая гнулка для травленки. Тоже здесь всякие, значит, тряпочки, чтобы все это облизывать и потом протирать. Непосредственно... Посмотрите, что происходит. Как все подано. Это просто космос. Мой любимый цвет красный. И здесь они, зараза, попали прямо в сердце. Вот такая вот штуковина. Массивная, из настоящей столюги. Ей реально убить можно, быть очень аккуратным. Говорил, что вернемся мы с вами к вот этому листочку. Вы можете на выбор, как вам понравится, выбрать плоскость, на которой будете работать. Здесь вот специальные такие винтики есть. И можете поставить черную матовую. Даже это предусмотрено. То есть, я не знаю зачем, но мне это дико нравится. Просто не то, что нравится, просто в каком-то диком восторге. Вот правда, не вру. Абсолютно. Для того, чтобы гнуть фототравление, мы с вами сейчас обязательно это попробуем. Даны вот такие вот лопатки. Они сделаны из металла. Не из пластика, не из чего-то там. Это настоящий металл. Прям как ножик, вот прям можно порезаться. Будьте очень аккуратны, когда будете доставать и работать. Есть маленькая гнулка. Есть побольше. С коробкой пока распрощаемся. Для того, чтобы ваша вот эта вот история не скользила, здесь предусмотрены вот такие противоскользящие наклейки. Вы это все можете наклеить, если, например, вам это нужно. Ключи идут, которыми можно ослаблять. То есть, все это дело настраивать. Кто не знает, для чего эта вещь нужна. Это специальная станция для работы с фототравлением. Я взял вот тут несколько деталюшек, таких небольших. И на их примере покажу, ну так, по-быстрому, что и как происходит. Вот, например, надо вам быстро и качественно погнуть вот такую деталь. Мне просто... В дальнейшем мы на канале будем строить немецкую технику в том числе. И у них, у немцев, у них есть большое количество, знаете, таких длинных деталей. Из фототравления, там у пантеры, у той же на борту. Такое крепление, например, для крыльев. И это крепление погнуть, кроме как на таком станке, качественно, просто невозможно ни на чем. Если начнете мять руками или какими-то вот такими вот плоскочами, там, секциями, ну, получится полная, простите меня, фигня абсолютная. Вот благодаря этой штуке вы можете погнуть вот как минимум такой длины историю. А если будете использовать, например, ну, старую добрую металлическую линейку, то можно погнуть деталь прям вот в целом во всю длину. Мы ослабляем вот эти два основных винта. И вот эта плоскость, видите, она начинает отходить. Туда засовывается деталь такой длины, либо вовсю, например, длину этого станка. Вот так вот мы детальку засунули. И начинаем ее зажимать. Сейчас, 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 сейчас. Постараюсь показать, чтобы было ровно. Вот я ее зафиксировал, так прям нормально зажали. Не надо там супер как-то попер зажимать сильно. Берем вот эту вот штуку-дрюку. Вот так вот ее все вставляем. И вот так вот зажимаем. Теперь ослабляем конструкцию. И у вас идеально погнутая деталь. То есть под 90 градусов, как угодно вы можете ее выставить. Во всяком случае, она абсолютно ровная, качественная. Этот сгиб прям вот он заводской, назовем его. Здесь также присутствуют всякие вот полукруг, полусферы. Для того, чтобы можно было, скажем, всякие трубочки гнуть. Да, то есть очень-очень много разных вариантов. Какую-то маленькую детальку можно здесь погнуть. Можно, например, делать те же самые поручни. Вот я вижу. Сюда проволочку поставил, сверху обжал. Вот у тебя поручень. Ну и так далее. То есть вариантов очень много. Зафиксировали где-то это на своем рабочем столе. И просто будете счастливы. Если вы действительно вступаете в ранг профессионала, то безусловно рано или поздно вам такой станочек понадобится. Я залип, конечно, вот именно на этот вариант. Потому что, еще раз говорю, что я очень ведусь на красивые вещи. Стоит такая красота порядка 6300 рублей в магазине моделистного ладожеского моделистного сеной. Скажу вам, друзья, что такие штуковины, да, они покупаются раз и навсегда. Один раз в жизни. Купите себе нормальную историю, которая будет радовать ваш глаз и привлекать внимание ваших друзей и коллег. В общем, красота спасет мир. Одобряем. Если вы не сильно угораете по крупному масштабу, даже там по 35-му, а собираете модели прям, ну, только маленькие-маленькие всякие такие, что тоже уважается и очень, так сказать, приветствуется на канале Мясистый Моделизм. Есть у компании Dispi мини-гнулка, мини-фотоэджет. Она стоит в два раза дешевле, там 3043 рубля. Давайте на нее очень коротенько посмотрим. В принципе, здесь все то же самое, только меньше. О, смотрите, сколько тут сушилок они запихали. Такая же, значит, история прорезиненная для того, чтобы все это у вас не скользило. Вот она вот такая вот аккуратная, вообще совершенно фантастическая, маленькая. Вот у нее вот такая вот плоскость, где можно гнуть большие плоскости. И вот, соответственно, все тоже изготовление рукояточек, поручней. Все здесь есть, поэтому, если вам не нужна прям очень-очень большая история, можете пользоваться вот такой вот историей. Также в комплекте у нее идет... Сейчас покажу. Вот такой вот ножичек для того, чтобы все загибать. Тут или тут, или вот с этой стороны. Все есть тоже невероятно красивое, но без преимуществ невероятно компактное. Компактное. Одобряем. Ребят, этот инструмент меня удивил и поразил. Я не могу сказать, что вот он мне сейчас прямо необходим, но он мучит меня, так скажем, снится мне периодически. Это циркуль для создания окружностей. Сейчас мы на него посмотрим. Компания Dispi нас благодарит уже вот в который раз. Thank you, ребята, что открыли коробку, что вообще вот это все. Смотрите, делайте обзор. И вам спасибо, Dispi, за такую чудесную продукцию. Это циркуль. Вот смотрите, какая вот у него история здесь есть. Здесь есть специальные... Так, специальные резаки. Их три вида. Мы сейчас на них на всех внимательно посмотрим. Я не буду пока наклеивать противоскользящие вот эти вот хреновины. Просто покажу вам, что они есть. Они вот так вот наклеиваются с этой стороны. И, соответственно, сообразили, да? И вот с этой стороны тоже. То есть, если вы не хотите, чтобы инструмент скользил, и вот он зафиксировался. Я просто пока не буду наклеивать, потому что он пока что не мой. Вот. А сохраню для вас, дорогие покупатели. Вот, погнали. Теперь, собственно, зачем это все нами? Есть у нас бумага. Я взял плотный картон. Ну, просто совершенно обычный такой у меня был. Пока я воспользуюсь своим старым проверенным ковриком, чтобы не повредить коврики Dispi, о которых мы поговорим чуть позже. Это специальный циркуль. Здесь у нас есть одна вот такая вот шкала, на которой показано вот от нуля до двух с половиной сантиметров. Это, соответственно, мы берем... Вот такой диаметр можем выстроить в нашей всей истории. Ну, давайте выстроим, например, сантиметр. Вот так вот сейчас я зафиксирую. Ага. Rotation. Вращение. В какую сторону? Не вижу. А, вот, тут стрелочка показывает, кстати. Вращать нужно вот так вот, против часовой стрелки. Вот за эту штучку держимся и вращаем. Прежде чем вращать, надо вставить туда резаки. Ну-ка, резаки, идите сюда. Они поставляются вот в таком пластиковом контейнере. Здесь специальная вот такая набалдашка есть. Я люблю красный цвет, поэтому возьму... Возьму красный резак. Аккуратно. Он прям вообще такой... Заточенный, прям перезаточенный. Он такой аккуратный весь. Мы его вставляем... Смотрите как. Оп. Он на магнитике туда входит. Класс. Он, смотрите, вставляется... Вставляется он, смотрите... Сейчас скажу, куда. А вот так вот он вставляется и закручивается. Потом мы ставим эту историю, например, вот на пластик, либо на картон, либо на скотч маскировочный, да, который у вас есть. Ну, у меня просто тонкий. Можно взять пошире, естественно. Чтобы сделать, например, маску для окраски колес на бронетехнике или еще для чего-то. Вот мы так вот поставили. А вот этой вот пружинкой можно фиксировать глубину резака. Вот, не знаю, видно сбоку, не видно. Вот он уже на самом деле пролез тут у меня. Вот так вращаем. Вот, видите? Вот тут острие. Вот оно выходит. Так, мы ставим еще раз. Вращается против часовой стрелки. Вот так поставили. И начинаем крутить. У нас образовался вот такой кружочек. Но, что я сделал? Я недостаточно докрутил. То есть, мы докручиваем еще два оборота. Ставим его опять. И начинаем. И начинаем вращение. Ну, красота. Режет просто идеально. Посмотрите, какое идеальное отверстие. Какое окружность. То есть, мы можем резать им пластик. Можем резать им бумагу. Тонкую бумагу. Я думаю, что... Давайте, блин, что-то мне даже захотелось. Давайте что-нибудь побольше отрежем. Например, вот два сантиметра у нас тут. Сейчас поставим. Вот, 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 вот. Сюда. Вот сюда. Так вот поставили. Прижали. И поехали вращать. Обалдеть. Невероятная точность. Действительно лезвие. Честно говоря, ребят, пользуюсь им второй раз в жизни. Первый раз я сделал то же самое. Ну, чтобы было легче вам объяснить и быстрее. Настолько просто пользоваться. Хотя, вроде бы, какая-то такая технически замороченная штуковина. Значит, у него три лезвия. Сейчас посмотрим, чем они вообще принципиально отличаются. Тут вот такой вот резачок синий. И вот есть еще желтый резачок. Он вот тоже немного отличается. В инструкции посмотрите, что к чему, какой конкретно резак подходит под ваши цели. Но, в общем-то, есть для всех-всех целей. И для резки пластика, и для резки бумаги. И тонкой бумаги, и клейкой бумаги. В общем, для самой-самой разной. Потом вот этот резак аккуратно, не поранившись, вот так вынимаем. Все это убираем в такую стулю. Помещаем назад. В наш кейс. Ну, интересная штуковина. Думаю, что со временем надо будет разжиться, чтобы такие кружочки нарезать. Есть у компании Dispi резачок и поменьше, и попроще за 3000 рублей. 3000 рублей 43. В общем, 3043 рубля. Господи, заговариваться стал. Не буду сильно про него вам и долго рассказывать. Я думаю, что, в принципе, вы поняли. Тут один резачок у них идет в комплекте. Основной, кстати, красный мы с вами угадали. Видимо, не только мне нравится этот цвет. Тоже вот такую вот штуковину можно наклеить. По краям. То есть мы убираем серединку. И вот эту вот окружность, вот по этой истории наклеиваем. У вас, кстати, еще серединка останется для каких-нибудь других целей. Он попроще, поменьше. Его нужно подсобрать, согласно инструкции. И, в общем, также можно будет нарезать окружности. Стоит дешевле. Округлой такой формы. В общем, если вам нужен такой, то выбирайте такой. Тоже довольно неплохой резак. Потому что, я так понимаю, что материалы у них те же самые. А материалы здесь очень неплохие. Ну и практически напоследок у нас идет сверло. Такая мини-дрель. За 1826 рублей в компании, в магазине Моделист. На Ладожском Моделист. На Сеной. Опять нас действительно благодарит. И вам спасибо, ребята. Вам спасибо большое. Ох, тут у них инструкция. Тут у них ключик. С помощью этого ключика, я так понимаю, мы должны завинчивать сверло. А вот это, я вот не уверен, что очень удобно. Во всяком случае, мне. Так, тут у нас есть обычный ключ. Вот, давайте полюбуемся на это сверло. Оно вот такое. Я буду сравнивать со своим. С Томиевским. У меня есть от Томи. Старая, добрая, древняя. Так, берем диспиаи. Они дают набор своих сверел. Что-то мне это напоминает мачете. У меня, кстати, есть сверло от мачете. Сверло от мачете. Пойди сюда. Да, та же упаковка. Ага, ребята. Понятно. Походу, вы можете купить, если сломаете эти, покупать сверло от мачете. Это вам такой маленький лайфхак. Да и себе тоже. Погнали. Открываем сверло. Возьмем, например, ну вот такое самое толстое, чтобы, не дай бог, не сломать. Кстати, тут идет маркировка. Может, они, кстати, и получше будут, чем у мачеток. Потому что я свои три мачетовских уже ушатал. Вот. Доказательство тому. Самые тонкие. Я уже просто пролюбил, проломал. Мне придется где-то брать новые. Судя по всему, в магазине. Так, смотрите. Мы вставляем вот так сверло. Берем потом вот такую вот отверточку. Ах ты, Господи. И вот этой отверточкой это сверло фиксируем. Ну, ну нормально, наверное. А, например, я очень хочу быстро сменить сверло. Мне прям вот срочно надо какое-то другое. Вот я вставил это. Зафиксировал. Слушайте. Я, честно говоря, думал, что вот Томиевская это у меня, наверное, будет побыстрее. Потому что тут ничего крутить надо. Тут берешь вот так вот адвентил. И все, короче, разобралось. Разобралось. И потом под каждое сверло тут у меня идет вот такая конструкция. То есть под более толстая. Ты меняешь вот этот биток. Завинчиваешь. Но это все делается без помощи, скажем так, без помощи вот этой отвертки. Но здесь какой плюс идет у диспея? Во-первых, они, конечно, дешевле на порядок. Они стоят, эти сверла, 1826 рублей вместе с набором вот этих сверел. То есть вся вот эта конструкция идет у тебя. Покупая Томиевская, я его купил чуть ли не 20 лет назад, ты ничего не получаешь, кроме вот этой крутилки. Вот. Вот такая история. И что хорошо, что, в принципе, ты можешь потом вставить сюда мачетовские сверла, которые стоят дешевле. Но и ломаются. Я говорю, что я три сломал. В общем, вот такая вот конструкция. Такая вот история есть у диспея. Это набор сверл. Это сама крутилка-вертелка. Это вот такая вот отвертка, которая фиксирует эти сверла. И это сам ключ, которым, в принципе, можно, как вариант, да, то же самое проделывать. Вместо вот этой отверточки, если, например, у вас там винтик этот, ну, прям совсем закиснет, можно так при помощи рычага все это сделать. 1826 рублей. В общем-то, в общем-то, нормальная, штукованная, стильная, красивая. Если уж брать весь инструмент, то можно, собственно, и до кучи и этот взять. Наверное, я до этого тоже дойду. Судя по всему. Также эти сверлы продаются отдельно. Стоят они 507 рублей. Доставать не буду. Весь комплект. Весь комплект. В принципе, тоже цена достаточно небольшая за... Сколько? За 10 штук. Ну, что-то по 50 рублей за сверло. Это как-то довольно-таки гуманно, на мой взгляд. Ну, друзья, и последнее, что у меня сегодня в руках от этой великолепной компании, которая, зараза, уже успел влюбиться. Это коврики для моделизма, коврики для резки, для работы. Двусторонние, самозатягивающиеся. В общем, какие-то совершенно невероятные коврики. Самый большой это формат А2. То есть, у меня, на самом деле, такой же от компании Jazz. Он уже подустал. Вот, он стоит 1065 рублей. В принципе, ну, я, по-моему, за такие же деньги, там, лет 10 покупал назад коврик. То есть, здесь прям учли всю инфляцию. Коврик А4, нет, вру. Блин, какой коврик-то? А, А3, вот, А3. Он стоит 482 рубля. И самый такой малышочек, прямо для... Ну, такой малышочек-малышочек. А, А4, размер А4 стоит 304 рубля. Давайте, на примере А4, мы с вами посмотрим, что мне нравится сразу. Он матовый. То есть, он не блестит у вас, не забирает свет. То есть, да, он не бьет в глаза, там, не отсвечивает. Он матовый. Вы положили. И очень круто читаются все вот эти обозначения. То есть, все цифры, все. Вся метрическая, сантиметрическая вот эта вся система. Возьму нож, да, прости от меня. И попробую вот прям порезать, посмотреть, что будет. Написано, что он со временем, то есть, видимо, при изменении влажности, температуры, он восстанавливается. То есть, тут всякие есть окружности, которые помогут вам измерить и правильно разрезать вашу деталь или наметить, расчертить какой-то чертеж. Тоже, в общем, неплохо. Он двусторонний. Ну, тут прям вообще стиль. Тут стиль. На таком фоне можно даже, мне кажется, фоткать модель. И будет прям очень-очень круто выглядеть. Например, какую-то историю. Вести, например, блог, мне кажется. Мне надо завести себе такой коврик, чтобы рассказывать вам о стройках. Кстати, напишите в комментариях, какой фон вам больше нравится. Вот такой светлый. Либо вот на черном фоне что-то делать. Давайте накидаем сюда чего-нибудь, чтобы было понятно, как вообще читается. Безусловно, этот инструмент можно отнести к классу профессионального инструмента. Очень стильного, очень надежного и качественного. Он прекрасно лежит в руках и, в общем, действительно радует глаз. Переходите по ссылке. Ссылку я оставил в описании. Магазин Моделист на Ладожской, Моделист на Синой. К счастью, теперь торгует этими инструментами. И для того, чтобы понять, ваше это или не ваше, можно прийти в этот магазин и обязательно пощупить, как он лежит у вас в руках. Это очень-очень важно. Ну, а я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал. И самое главное, будьте здоровы. Пока!